Земельно-скальные работы Земельно-скальные работы Земельно-скальные работы Земельно-скальные работы Земельно-скальные работы Земельно-скальные работы Земельно-carfare Земельно- €1.0 Земельно-carfare В 1972 году меня отправляют на Саянскую площадку. В это время на Саянской площадке были два участка. В Черемушках был участок и в Вознатином был участок. Управление находилось в Девногорске. Здесь был замначальник управления от Девногорска Левин Валентин Петрович. Здесь мне дали два прорабства в Саянногорске. Прорабство экскаваторы и бульдозеры. В это время большую роль сыграли наши кранощицы. Именно в это время они на башенных кранах, они на козловых, мостовых. И эти люди ни разу не подвергли. 13 октября 1973 года появился приказ Красного строя создать организацию УМЭ, управление механизацией. Не УМЭ, ШАГУМЭР, а ДОДА УМЭР, назначили начальником механизации Когана Леонида Сергеевича. Через некоторое время дали нам срок. Работа будет разворачиваться. Будет скользящий график. Надо набирать механизаторов. Где мы наберем механизаторов? Учебный комбинат заработал. Брали людей из ближайших деревень. Эти наши здесь. Там Калы, Сабинка. Ну и с той стороны Шушинская. Ну, Сизая там и другие. Набирали. Набрали. В доме, в учебном комбинате преподавали наши люди. Я там участвовал, принимал экзамены. Когда время было. Мужики были вот эти все эскаваторские, бульдеристы. Они были подготовлены. Наша задача была, значит, помочь всем строительным организациям, кто бы этого ни был. Ну, ГОС, гидромонтаж, там, все. Значит, обеспечить технику, чтобы работали. Сделали мы здесь сами уже обратную лопату, но механическую. Сделали, мы, значит, уже сделали крановое оборудование. Уже эти эскаваторы, ну, эскаватор-минаджер, он же кран сейчас. Вот, УЗТМ. Уже работали кранные. Почему мы так старались, и вот эти, и это, потому что эти машины не ломались. Если уже сделали, значит, все. Ну, и так мы, значит, вот этот наш этап, как я говорил, где что нужно, разбирали, зачищали, туда-сюда. Ушли, когда мы уже освободились, и в ГОС, и надо, допустим, было устроить маленькую ГЭС, то мы уже потихонечку, без всяких-то, начали потихоньку все это давать, и начали строительство. Работать было сложно. Звонят с ТУВ и говорят, сломался бульдозер. Ну, там было 10 бульдозеров, и 4 эскаватора, там, краны туда-сюда. Но там не было базы. Строители приходили на дом, допустим, или там эскаваторскую, и сказали, пойдем сюда работать. А если не пришли, значит, и не выходи. Ну, в основном, то бульдозер работали, это, зона затопления. Мы строили дорогу Таштып, но это уже после того, как же мне нужно было красного струя, искали работу. Мы строили дорогу с Таштыпа до деревни Матур. Это территория Хакасии. Сделали все, понимаете, вот так. И таких вопросов очень было много. Я работал начальником участка. Потом еще присудили какой-то дом, потом ремонтный, поехал на буре начальник, он оттепляет, и крановый начал развалиться, крановый. Здесь в Саногорске был Брыкин, вы, наверное, знаете, да? Брыкин был здесь участок, ДАТК-2. Значит, этот присудили все. И это Чернулич, Елизавета, все, был один, сделали один, вот, один участок. Города 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 Все на свете города 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 Субтитры подогнали Симон. Участок возглавила хрупкая Жанна. Любили ее, так хвала вам и честь. У Жанны еще геодезия есть. Бригада девчонок-геодезисток, веселых и звонких, певиц-голосистых, шли с теодолитом, в жару и в мороз. Маршрут неизбитый и трудно всерьез. Построилось, сбылось одно из чудес, но все повторилось на Майинской ГЭС. В 1961 году я закончила Запорожский гидроэнерготехникум и уехала по направлению. Мы выбирали направление как можно подальше. Хотелось посмотреть страну, так сказать. Уехали на Бухтарминскую ГЭС. Там я отработаю. И дальше с Бухтарминской ГЭС на Лартеш-Карганда, где мы работали 5 лет. Первый свой день я как раз работала 18 лет. Я исполнилась. Первый день вышла на работу. Когда еще в техникуме учились, мы мечтали и знали, что будет строиться Саяна-Шушенская ГЭС. И в 1966 году приехали сюда с подругой Кузоватовой Светланой. Она устроилась в НКД Авиасмун-2. А потом в ООС работать на основных сооружениях. С первого камня, с первых дней, отсыпки, перемычки. Работала я начальник участка. У меня был Ракшеев Юрий Сергеевич вначале. Потом Попов Юрий Сергеевич. Работала прорабом, мастером. В 1973 году, когда организовалось управление механизированных работ, нас вместе с участком перевели в это управление. Меня назначили начальником строительного участка. Начинали мы работать все молодые специалисты. Нам очень повезло, что механизаторы были опытные. Мы у них очень многому научились. Порой они делали все лучше, чем мы говорили, чем думали, что они могут сделать. Хотелось бы вообще спасибо сказать всем, с кем довелось, вернее сказать, посчастливилось работать в Саянах. И я думаю, что мы прожили большую, интересную жизнь в нашем таком благодатном, может, маленьком, суровом крае. Я считаю, что мы прожили свою жизнь не зря. И хочу за это все всех поблагодарить. Еще у нас девочки, и не только девочки, Гребнев Александр Николаевич, геодезисты, очень много сделали. И благодаря им мы могли правильно... Но они работали в любую погоду. И только после... Ну, благодаря их разбивке, благодаря их работам мы могли все выполнять правильно, как положено. Очень много сделали скалолазы. Они обезопашивали откосы, давали нам возможность спокойно работать близко под откосом. Руководил этими бригадами, бригадой Беленький, Борис Федорович, который впоследствии был награжден медалью за доблестный труд. Прораб был Касьянов Владимир Ильич. Он был не только прорабского лаза, но он был и ответственный в горной комиссии вместе с Кузьминым, Кириллом Константиновичем, главным инженером. Девушек у меня было много мастеров. Это и Валентина Яковлева, и Печура Ольга. Хочу сказать о наших делах, женщинах отвальных, которые не просто были тачковщицами, а они регулировали отцепки перемычек, отцепки скальных банкетов в реку Енисея. Для того, чтобы нигде ни разу не было таких много случаев, чтобы утопили машину или сорвалась она у нас. Еще у нас были работы по дорогам к мраморному карьеру и к горнолыжной базе на Гладенькой. На этих работах работал у нас прораб Булатов Валерий Михайлович. С удовольствием я ездила на его объекты, и с ним было легко работать. Молодец был. ОМР был одним из многочисленных коллективов Красноярского строя с участками, отделами, службами, укомплектованными грамотными инженерами, механиками и прорабами, экономистами, бухгалтерами и другими специалистами, мастерами своего дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А пока, дружище, мы живем в том мире, где нам надо строить, надо побеждать. Нет неоновых огней, это все же не Бродвей. Здесь огни электрических сварок горят, только юность свою я навек сохраню. Здесь в Саянах, здесь в Саянах, наша молодость, наша мечта. Здесь в Саянах, здесь в Саянах, наша молодость, наша мечта. Мазы и белазы, прохочут словно танки, белую Завесу расцелил туман. И уходят парни, застегнув шторповки, крысь гранитный камень, Саянский котлован. Нет неоновых огней, это все же не Бродвей. Здесь огни электрических сварок горят, только юность свою я навек сохраню. Здесь в Саянах, здесь в Саянах, наша молодость, наши дела. Здесь в Саянах, здесь в Саянах, наша молодость, наши дела. Я приехал сюда в 1975 году. Приехал с севера, ну, с Норильска. Приехал в отпуск, посмотрел, понравилось. Вперва приехал в СИЗУ, там было на лодке. Переправа. Переехали, вышел, когда в Майну посмотрел, и семье говорю, все, мы сюда переезжаем сразу. Съездил, уволился, приехал, устроился в УМР. УМР возил начальника Саранцева Михаила Дмитриевича. Я его провозил, по-моему, три года. Провозил три года и ушел в снабжение с Василием Михайловичем. В снабжении, значит, мы работали вдвоем, по-моему, семь. Все-все вот эти груза... Водителями. И все вот эти вот груза мы с Красноярска, с Двеногорска, вот с ним вдвоем возили. На работу меня принимал Бысов Алексей Кузьмич. Такой был у нас. Начальником автопарка он был. Начальником автопарка. Хороший мужик, замечательный. И вот мы с ним проработали 20 лет. Коллектив менялся. С Черваком Юрий Лукич был постоянный работник снабжения. В общем, кладовщики же у Вас были непосредственно тоже. Да, кладовщик у нас Нина Ивановна. Диспетчерами? Да. Нет, кладовщик Нина Ивановна Золотухина. Вот, а диспетчер у нас была Нина Григорьевна Путилова. Так что... А последние годы снабжения работала Шигина, Людмила? Как она? Поликар. Поликар, по-моему, было. Я Спирин Василий Михайлович. Устроился в МР в 1974 году, летом. Сперва работал в диспетчерской службе. Через год ушел в снабжение. Перевели меня в снабжение. В снабжении был Юрий Лукич. Вот, под его командованием я и работал. Потом пришел Александр Якович Попов. Я работал на ЗИЛ-130. Попов работал на ГАЗ-53. Вот мы мотались, собственно... По всей России. Снабжали все краны, все механизмы, чтобы... Все за счастья здесь. Это пришлось нам перевезти. Еще молодые сражали порой, А были лихие, с наградой герой. Ребята-трудяги, стране помогли, Сменили, как маги, лицо у земли. Ветер за кабиной уносится с пылью. Слева поворот, осторожней, шофер. Как-нибудь дотянет последние мили Твой надежный друг и товарищ мотор. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, Резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось любимой плакать, Крепче за баранку держи, шофер. Пусть пропахли руки дождем и бензином, Пусть посеребрило виски... Одним из важнейших звеньев цепочки Бесперебойной работы машин и механизмов Являлась ремонтная служба и электрослужба. Здесь трудился многочисленный коллектив специалистов, Мастеров своего дела. Ремонтный участок, станки, верстаки, Ломалось все часто, латай, мужики. То слесарь, то токарь, то сварку давай. Ты только работай, чинить успевай. Гудить неустанно, преследуя цель, Компрессора станция, там чистят туннель. Туннель под горою, на гребень маршрут, А наши герои им воздух дают. Проводки сгорели, и сразу у всех Движки полетели, все в электроцех. Электрик все знает, куда б ни полез, Мотает, меняет, ведь строит он ГЭС. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали Все цветы на дорогах земли. Мы, друзей, за ошибки прощали, Лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, И юность ушедшая, все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, И одно лишь сумели понять, Чтоб тебя на земле не теряли, Ничто на земле не проходит бесследно, И юность ушедшая, все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренне любили, как верили в себя. Коллективы смен участков служб и управления Принимали активное участие в проводимых на предприятии Стройки спортивных соревнованиях, Сдачи норм ГТО. Готовили культурно-массовые мероприятия С выездами на природу, По городам и историческим местам края и страны. Выезжали за ягодами, на рыбалку. И эта награда за труд хоть чуть-чуть, Поэтому надо и нам отдохнуть, Уйти на природу, заботы забыть, Так просто в походах нам дружбу крепить. Мы все успевали, жизнь била ключом, И мы подставляли друг другу плечо. Мы видим сейчас, как был важен нам спорт, А в спорте для нас был не страшен сам черт. Как гордо те годы звучат до сих пор Работа и отдых. Работа и спорт. Работа и спорт. Работа и спорт. строительный институт и приехала в 1972 году сюда на Саяно по распределению. Вначале я устроилась работать мастером СМУ-2 на строительстве откаточной дороги к мраморному карьеру. Но потом, когда образовался УМР, Кирилл Владимирович пригласил меня работать инженером ПТО. Первыми моими руководителями были Кирилл Владимирович, это замначальника УМР, и Попов Юрий Сергеевич. Кирилл добрый был человек, умный очень, как инженер, как экономист. В общем, очень много он помог мне в первых моих днях жизни. Трудовой имеется в виду жизнь. А первым моим начальником ПТО, с которым я работал, был Попов Юрий Сергеевич. С ним мы работали, в общем, на всем протяжении работы в Краснодаре строя. Учились у него много, потому что очень был грамотный инженер. Я много узнала от него, поняла, как надо вести делопроизводство. И, в общем-то, я ему очень благодарна и тому, и другому. Коллектив УМР у нас был очень хороший, дружный, грамотный. Я имею в виду и управление, и линию. Как-то вот многие говорили, что там жизнь не та, работа не та. Но я любила свою профессию и люблю ее до сих пор. Поэтому все очень хорошо, что сложилось на этой жизни. В 1977 году я стал начальником ПТО. И вот, несмотря ни на что, я проработала всю жизнь. Роста, конечно, такого у меня и не было, но мне очень нравилось. Меня все время окружали хорошие люди, добрые, грамотные. И работать было легко. Так, например, вот работали у меня в отделе Антипина Галина Михайловна, Берестова Валентина Михайловна. Благодаря тому, что они были очень грамотными. У нас работа спорилась и, в общем-то, не было такого. Мы с этими девушками дружили и дружим до сих пор. Я благодарна судьбе, что она меня свела с Жанной Ивановной. Я с ней проработала не один десяток лет в полном тандеме. У нас было полное взаимопонимание всегда. Мы с ней в командировках были. Мы с ней и дома, и на даче, и везде. Мы дружили, дружим. Я думаю, дружить будем на всю жизнь. Много лет со мной в отделе работали также еще вот Новгородская Зинаида была у нас, Самохвалова Татьяна, Делятник Светлана, Быкова Любовь. Это тоже, в общем-то, хорошие люди, грамотные. Наша ПТО всегда бок о бок работала со строительным участком, прорабами, мастерами. Геодезия. И поэтому вот благодаря этому полному взаимопониманию, содружеству у нас наше предприятие и процветало. Я считаю, что за счет строимонтажа, в общем-то, мы процветали. По воле судьбы я на 6 лет уезжала на Варию. Работать там было тоже неплохо и хорошо, потому что многие наши саянские там были. Но все равно саяны для меня были родиной моей любовью. Но я имею в виду к местности. Я очень люблю саяны. То, что я достигла много благодаря тому, что вокруг были очень хорошие люди. Такие, как, например, Широшенко Инна Александровна, Сазыкина Инна Петровна, Зотова Римма Ивановна, Слодного Лидия Акалюна. Несмотря ни на что, я благодарен и Пановаренко Валентину Васильевичу. Потому что он был грамотный, требовательный человек. У него много можно было чему научиться. Характер, конечно, у него был скверный, но человек он был, как инженер был, он очень хорош. И благодаря этому у нас, я считаю, что у мэра выдержала вот эти все трудные годы. Я благодарю всех тех людей, с кем я работаю. Низкий им поклон. И дай Бог им здоровья. Но нужен в хозяйстве прораб, инженер, но в общем начальство, любой ЭТР. Чтобы все проследить и решения принять, людей опросить и работы занять. Там планы наметить, там график работ, расчет обеспечить, что сделать за год. Вводили упор на карпеть и считать. И только по норме в складах отпускать. Но надо сначала товар закупить, людей запчастями, горючим снабдить. А где материалы, их нужно найти, чтоб на год хватало и в срок привести. Но надо проект до того рассчитать, на каждый объект документы собрать. Для всех в УМР чертежи начертить, технически верно вопросы решить. Еще к безопасности всех приучать. Да так, чтоб потом не пришлось отвечать. А есть то, что свято. Баланс подбивать, начислить зарплату и деньги раздать. Да выделить лучше, им премии дать. Пусть больше получат, а списки печать. Чай, сто дел переделать, чтоб вкусно сварить. Потом между делом людей накормить. И были еще миллионы работ. Но главное, вовремя сделать отчет. Для многих из нас работа в нашем коллективе стала школой жизни, делового и творческого роста, стартовой площадкой для продвижения по службе. К сожалению, судьба распорядилась так, что не выдержав жестокой конкуренции, коллектив распался. Предприятия обанкротили. Пустили на металлолом законсервированные машины и механизмы. Здание обветшали. Больно и грустно смотреть на все это. Изгиб гитары желтый, ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним. Чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но несмотря ни на что, все мы с любовью вспоминаем, как трудились, отдыхали. Всех тех, с кем работали и с кем делили все горести и радости. Многие коллективы, участков и служб до сих пор продолжают встречаться в неформальной обстановке. Спасибо, герои простого труда, страна воспевает вам славу. И вас не забудет никто никогда, что сделали вы для державы. Пылали когда-то и ваши сердца, вы светом других осветили. И будем такими же до конца, чтоб в памяти вечно вы жили. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Дарил нам проект, что выполнить ее практически невозможно было. Ну и мы пригласили Грачева, был такой у нас главный маршридер Красноярской строя, я Жанна Ивановна, и мы пошли пробивать трассу. Мы эту трассу пробили, и мы прошли дорогу не через Богословку, а прошли дорогу через Гранитный карьер. И эта дорога до сих пор существует, конечно. И разбивали ее тот же самый Гребнев, работал там Полосина Елизавета, а руководил работами Блата Валера. В общем, там условия, конечно, были наисложнейшие, потому что шли по Курамам пойти. Но благодаря тому, что люди могли выполнить свою работу, независимо от того, в каких она условия, в каких, в горах, не в горах. И поэтому вот благодаря этому мы могли построить эту дорогу. И даже начали там делать под шахты ракет. Ну так же на Голубую делали, когда дорогу. Там Гребнев Александр Васильевич пробивал трассу. Мы это все заносили, и прокировщикам отдавали, и они по нашей трассе рисовали проект. Да, делали проект. Тогда я поздравляю весь коллектив, который работал в управлении механизмовых работ. Всем желаю, потому что сейчас в таком возрасте здоровья. Счастья желаю, душевного тепла, комфорта. Берегите себя, дружите, и все будет хорошо. Спасибо вам за то, что вы сделали. К сожалению, многих с нами уже нет. Но мы всех помним. Берегите себя, дружите, и все будет хорошо. 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 Берегите себя, дружите, и все будет хорошо.